Айзек Азимов Точка возгорания «Давайте разберёмся», — сказал Энтони Майерс, наклоняясь через стол к человеку, сидевшему напротив. — Ваш компьютер не пишет речи? — Нет, писать будете вы или кто-нибудь другой. Николас Йенсен сохранял спокойствие. Это был маленький человечек, очень аккуратно одетый в старомодном вязаном галстуке. Его нисколько не смущало, что он живёт в мире, где все носят свитера. — Мне удалось разработать систему, состоящую слов, фраз и предложений, которые оказывают влияние на определённые группы людей, в зависимости от пола, возраста, национальности, языка, профессии, места проживания и тому подобное. — Продолжал Йенсен. — Если вы сможете достаточно подробно охарактеризовать аудиторию, которой собирается обратиться ваш оратор, то я сумею снабдить вас необходимыми деталями, которые нужно будет включить в речь. Чем больше мы узнаем об аудитории, тем точнее моя компьютерная программа выдаст ключевые слова и фразы. Они будут вплесены в речь. — Но смогут ли... Будет ли речь иметь смысл? Тут многое зависит от ловкости того, кто эту речь станет произносить. Впрочем, на самом деле решающего значения это не имеет. Если вы просто будете колотить в барабан, то добьётесь того, что сердца и ноги собравшихся начнут отбивать вместе с барабанными палочками единый ритм. Необходимо только отыскать точку возгорания. — Смысл аналогичен мелодии, но барабану вовсе не обязательно её играть. Вполне достаточно определить ритм. Ну а что касается мелодии... Конечно, нужно постараться, чтобы она присутствовала, но главное — ритм. Вы меня понимаете? Майерс почесал подбородок и задумчиво посмотрел на своего собеседника. — А вы уже пробовали раньше? — Йенсен коротко улыбнулся. — Только неофициально. Для своих. И всё же я прекрасно разбираюсь в том, о чём говорю. Я охлулок. — Как вы сказали? — Я изучаю психологию толпы. До меня, насколько я знаю, никто ещё не пытался компьютеризировать эту проблему. — И вы уверены, что это должно сработать? В теории. — Нет, я надеюсь только, что это может сработать. В теории. — И хотите поставить эксперимент на мне? А что, если ничего не получится? — Вы в любом случае ничего не потеряете. Я ведь не беру с вас денег. Для моей работы это будет полезно. А что касается вашего человека, то у него нет никаких шансов, если вы не прибегнете к моей помощи. Майерс тихонько постучал по столу костяшками пальцев. — Послушайте, я хочу вам кое-что пояснить относительно моего человека. Он выглядит весьма впечатляюще. У него отличный голос. Он доброжелательный и симпатичный. Если с ним обращаться должным образом, из него может получиться исполнительный директор крупной компании или посол или президент Соединённых Штатов. — Проблема состоит в том, что у него плохо с мозгами, и он нуждается во мне, чтобы восполнить этот пробел. Но ему нужно научиться выступать так, чтобы никто из аудитории не догадался, что за эффектным фасадом скрывается пустота. А вот этого-то он и не может сделать, даже если я напишу для него прекрасную речь. Он не в состоянии произнести её так, чтобы произвести впечатление умного человека. — Вы думаете, вам удастся написать речь лучше, чем мне? — Не лучше. Просто появятся определённые гарантии. Возможно, я сумею научить его нажимать на нужные кнопки и зажигать людей. — Что вы имеете в виду? — Точка возгорания. Неужели непонятно, что это значит? У всякой толпы есть такая точка. Однако каждый раз нажимать на неё следует по-разному. — Вполне возможно, что вы пытаетесь сучить мне страшную липу, мистер Янсен. Нет такой речи, которую бы не испортил простафеля. Наоборот, простафеля может произнести её куда лучше, чем вы, потому что ему не надо думать самому. Могу я с ним встретиться? Если, конечно, вы решили воспользоваться моими услугами. — Надеюсь, вы понимаете, что всё сказанное здесь не подлежит разглашению. — Конечно. Учитывая, что я надеюсь продавать свою программу, мне и самому необходимо соблюдать строгую секретность. Барри Винстону Блоку ещё не исполнилось сорока. В молодости он играл в баскетбол в одной из низших профессиональных лиг. Благодаря этому ему без особых усилий удалось закончить колледж на Среднем Западе, а потом достаточно успешно заниматься мелкой торговлей. Он производил весьма благоприятное впечатление, не столько потому, что был красив, а из-за того, что в нём чувствовалась какая-то внутренняя сила и уверенность. Волосы тронула ранняя седина. У него была манера закидывать голову и улыбаться удивительно располагающей улыбкой. Обычно у собеседника уходил примерно час, чтобы понять — за дружелюбием скрывается лишь дополнительное дружелюбие. В данный момент Блок чувствовал себя паршиво. С тех самых пор, как он связался с Майерсом, он постоянно ощущал в себе неуверенность. Он хотел продвигаться вперёд, его тайным желанием было стать конгрессменом, а иногда ему казалось, что из него получится отличный проповедник. Проблема заключалась в том, что он нервничал, когда оказывался среди большого скопления людей. После того, как он пускал в ход свою замечательную улыбку, приходилось говорить, а сказать ему было нечего. И никто так не смущал его, как этот маленький человечек с глазами-буравчиками, который сидел, сохраняя полную неподвижность, пока Блок читал свои речи. Было совсем непросто выступать перед настоящей аудиторией. Кто-то постоянно шуршал, кашлял, явно недовольный тем, что он ещё не закончил. А этот маленький человечек, Блоку с трудом удалось запомнить, что его зовут Йенсен, никак не реагировал на его слова, что ужасно раздражало. Нет, на самом деле он реагировал, причём всегда одинаково, неизменно давал для чтения другую речь. И каждый раз она немного отличалась от предыдущей и нравилась Блоку, но он чувствовал, что у него что-то не получается. Это вызывало у него грусть и в некотором роде стыд. Манускрипт, который вручили ему в этот день, произвёл на него жуткое впечатление. — А зачем там все эти значки? — Ну-ну, Барри, — Майерс всегда говорил с Блоком успокаивающим голосом, — мистер Йенсен сейчас тебе всё объяснит. — Это указания. Вам придётся их выучить. Это совсем нетрудно. — Тире означает паузу. Подчёркивание соответствует тому, что эти слова нужно выделить. Стрелка, направленная вниз, показывает, что вы должны понизить голос. Стрелка, направленная вверх, — повысить. Волнистая стрелка, направленная вниз, означает выражение презрения. Волнистая стрелка, направленная вверх, следует повысить голос в гневе. Круглые скобки соответствуют короткой улыбке. двойные скобки — усмешка, тройные — необходимо рассмеяться. Однако нельзя громко хохотать. Черта над словом означает, что ваше лицо должно принять мрачное выражение. «Звездочка!» «Я не смогу все это запомнить!» — перебил его блок. Майерс, сидевший у блока за спиной, начал энергично кивать, показывая, что он с этим совершенно согласен. Однако Йенсен ничуть и не смутился. «Потренируйтесь и запомните. Ставки велики, стоит немного потрудиться». «Давай, Барри!» — вмешался Майерс. «Попробую почитать. Мистер Йенсен тебе поможет». Казалось, блок собрался что-то еще возразить, но врожденная доброжелательность победила. Тогда он положил манускрипт на кафедру и начал читать. Он спотыкался, хмурился, глядя в текст, начинал сначала и снова останавливался. Йенсен раз за разом объяснял ему смысл значков. Они потратили целый час на первые три абзаца, после чего решили сделать перерыв. «Ужасно!» — заявил Майерс. «Вы помните, как пытались научиться кататься на велосипеде?» — спросил Йенсен. В тот день блок еще дважды прочитал речь от начала до конца, и на следующий день тоже. Потом для него приготовили другую речь. Тренировки продолжались. Через неделю блок заявил. «Кажется, я начинаю понимать. У меня получается все лучше и лучше». «У меня тоже возникло такое впечатление», — с сомнением проговорил Майерс. Позднее Йенсен сказал Майерсу. «Он чувствует себя увереннее, чем я предполагал. У блока есть определенный потенциал, но...» «Но что?» — Йенсен пожал плечами. «Ничего. Посмотрим, что будет дальше». «Полагаю, блок готов к первому выступлению», — наконец сказал Йенсен. «Если аудитория будет однородной, и мы сможем предварительно ее хорошенько проанализировать». «Американской ассоциации ткачей требуется спикер. Думаю, я смогу предложить амбаре. Вы справитесь с такой аудиторией?» «Ткачи», — задумчиво переспросил Йенсен. «Их экономическое положение однородно, да и разница в образовании не должна быть очень существенной. Мне нужно заранее знать, какие города и штаты они представляют. Возраст, пол, ну и все такое прочее, как обычно». «Я постараюсь добыть побольше информации, но времени остается совсем немного. Дело у нас пойдет быстро. Многие вопросы уже удалось решить. Ваш человек научился как следует произносить речи». Майерс рассмеялся. «Иногда ему удается произвести впечатление даже на меня. Понимаете, я не хочу, чтобы он оказался в Конгрессе. Пусть лучше выступает на телевидении, продавая мою точку зрения. Я хотел сказать его». «Ну, своей у него нет и в помине», — сухо заметил Йенсен. «Это не имеет значения. Я уже начал считать цыплят». Блок хорошо проявил себя, когда ассоциация ткачи пригласила их на коктейль. Он следовал всем указаниям, улыбался, говорил немного, дважды безобидно пошутил, но, по большей части, слушал и кивал. И все-таки сидевший за соседним столом Майерс чувствовал некоторую напряженность. Если Барри промахнется, они смогут стартовать еще раз, но в случае новой неудачи шансы на успех будут минимальны. Сейчас Барри должен сдать очень важный экзамен. Как жаль, что придется отказаться от человека с такой внешностью, ведь он так похож на римского сенатора. Майерс бросил быстрый взгляд на Йенсена, устроившегося слева от него. Маленький человечий казался спокойным, но складка между бровями выдавала некоторую тревогу. Обед закончился. Прозвучали разные объявления, присутствующие поблагодарили организационный комитет, был представлен президиум. Начались бесконечные приготовления, направленные на то, чтобы смутить оратора. Майерс пристально посмотрел на Блока, поймал его взгляд и быстро показал два пальца. Знак победы. «Вперед! Покажи, Барри!» Но получится ли? Речь была странной, почти Дон Кихотской. В газете она выглядела бы весьма необычно, если бы кто-нибудь захотел ее напечатать, но была полна скрытых намеков, если верить Йенсену и его компьютеру. Блок поднялся на ноги. Он легко шагнул на помост и положил записки на кафедру. У него всегда хорошо получались подобные вещи. Блок делал это незаметно, так что аудитория не испытывала раздражения от того, что он собирается прочитать заготовленную заранее речь. Майерс вдруг вспомнил, как во время одного из выступлений оратор, сделав выразительный жест, сбросил свои записки с кафедры. Конечно, он собрал листы и продолжал речь, но аудитория его уже не слушала. Момент был безнадежно потерян. Блок улыбнулся и медленно заговорил. «Давай, Барри, разогревайся поскорей!» Казалось, Блок его услышал. Он ускорил ритм речи. Временами он делал короткие паузы. Видимо, не мог разобрать какой-то из значков Йенсена, но, к счастью, создавалось впечатление, что он это делает специально, подчеркивая смысл сказанного. Тут срабатывала внешность. Потом он заговорил быстро и эмоционально. Вскоре Майерс с удивлением сообразил, что слышит бой барабанов. Это были те самые ключевые фразы, которые Блок произнес с нужным выражением. Аудитория начала просыпаться. В одном месте люди рассмеялись, послышались аплодисменты. Майерс никогда ранее не видел, чтобы выступления Блока прерывались аплодисментами. Лицо Блока раскраснелось. Один раз он так стукнул по кафедре, что стоявшая на ней лампа подскочила. «Только не сбрось ее на пол, Барри!» В ответ аудитория затопала ногами. Майерс почувствовал растущее возбуждение, хотя ему было прекрасно известно, как тщательно готовилась эта речь. Он наклонился к Йенсену. «Ему удалось зажечь аудиторию, не так ли?» Йенсен коротко кивнул. Его губы едва двигались. «Да, и, может быть...» Блок сделал короткую паузу, чтобы напряжение возросло еще больше. А потом с грохотом опустил ладонь на кафедру, схватил манускрипт, смял его и отбросил в сторону. «Мне это больше не нужно!» — заявил он, и в его голосе явственно зазвучали ноты триумфа. «Я не хочу этих бумаг! Я написал свою речь заранее, не видя вас! Я буду говорить от всего сердца! Скажу то, что приходит мне в голову сейчас, друзья-американцы! Вы и я вместе! О том, что мы видим вокруг сегодня, и то, что я мечтаю увидеть, друзья мои! И поверьте, это не одно и то же!» В ответ раздался оглушительный рев. Майерс схватил Йенсена за руку. «Он не сможет сам добраться до конца!» Но Майерс ошибся. Блок продолжал свою речь, прерываемую оглушительными криками и аплодисментами. Уже не имело значения, слышит его кто-нибудь или нет. Блок поднял руки вверх, словно собираясь обнять всю аудиторию. И в этот момент отчетливо прозвучал чей-то голос. «Давай! Покажи им!» И Блок дал. То, что он говорил, не имело ни малейшего значения. Но когда он закончил, зал устроил ему пятиминутную овацию. «Что произошло?» — спросил Майерс, пытаясь перекричать неимоверный шум. Он и сам аплодировал, не жалея ладоней. Йенсен продолжал сидеть. Казалось, маленький человечек окончательно раздавлен. Потом, притянув к себе Майерса, он проговорил дрожащим голосом. «Неужели вы сами не видите, что произошло?» На то был один шанс из тысячи. Ближе к концу я начал подумывать, что это возможно. Такое может случиться. «О чем вы говорите?» Аудитория прошла точку возгорания. Блок впервые в жизни выступал перед такой аудиторией. Но ведь и оратор тоже имеет точку возгорания. Именно это и случилось с Блоком. А такой оратор сумеет повлиять на общественное мнение и сдвинуть горы. «Кто? Барри?» «Да». «Так это же замечательно!» В самом деле, в таком состоянии он обладает колоссальной властью. И как только Барри это поймет, он перестанет в нас нуждаться. И куда он пойдет? Далеко не всегда люди, обладающие такой харизмой, вели человечество к бессмертной славе. Вокруг них толпились люди. «Это было совсем нетрудно!» — негромко проговорил Блок, обращаясь к Майерсу. «Я чувствую себя просто великолепно!» Он, смеясь, повернулся к боготворящей его толпе. Майерс сомнением смотрел ему вслед, а в глазах Йенсена появился страх. Айзек Азимов. «Точка возгорания». Рассказ читал Олег Булдаков.